Вы знаете, я постоянно задаю Богу вопрос о дне. Создан день, сдал день человеку. Прекрасный день, любой день был человеку. Бог, человек идет в этом дне, в этом дне, и вдруг образуется грязь на человека. Для чего все это? Я постоянно Богу задаю вопрос. Для чего все это? Ты же даешь чистый, как рысососуд для людей. И вдруг такие вещи получаются, что нормальные, добрые люди страдают от этой нечистоты. Раз я ощущаю дискомфорт, значит, он что-то не дорабатывает. Значит, я что-то не дорабатываю. Задавай себе чаще вопросы. В чем? И давай ответ. С чего надо начинать? Надо начинать с простого. Когда Господь дал день, сразу обратиться к Нему. Бог, спасибо тебе за то, что ты дал мне день. Восемь уронила Свой последний желтый лист разлуки. Больше не увижу Того дорогого не любимого человека. Вот у меня на руке, видите, диспореза. Вот это вот любовь. Болора, ну, уже украину все это дело. Украина. Ну, поехали в больницу, слезы туда-сюда. У него, спросите, плохая работа или нет. Спросите, спросите. Ты как зверь целыми днями. Ты же выходных. Вот, начинай в честь. И без зарплаты. До 24. Самое мощное питание – это духовное питание. Почему? Потому что потом не ощущаешь никаких моментов в отношении того, что происходит вокруг тебя. Я вам скажу одно единственное. Как только работа какая была, физическая работа, я всегда босиком работаю. Вы стали, вы защищены, защищены вроде обувью. А на самом деле вы отрезаны от Бога. Каким образом? Заряд постоянно через макушку человеку. А разряда нет никакого. Это самое главное. Как можно больше идти по этой земле и оставлять свой добрый свет всем людям, которые действительно должны пребывать в доме. Вот и все. Не одна цыганка, как-то она гадала. Буду я счастливой, но она совдала. Счастье, счастье стороной просто...